Коллеги, рядом со мной Сергей Грибков, Федерация Флейринга. Здравствуйте, Сергей. Добрый день всем. А куда смотреть, Сережа? А можно на меня смотреть? Можно в камеру, сразу в наших зрителей? Как вам удобно? Отлично. Но мы не так давно виделись и снова здесь, уже на другой выставке. Там мы говорили о чае, а сегодня я хочу сказать о том, что из 500 тысяч барменов, 7% это 35 тысяч по стране, являются ЗОЖ-барменами, которые не используют алкоголь при приготовлении напитков, чая и так далее. Вот об этом хотел бы рассказать в двух словах. Если можно. Ну, мы провели переговоры с Черноголовкой, хотим открыть там школу баланса и начать жонглирование буквально двумя мячиками, для того, чтобы полушария разные развивать. Это произойдет 19-го, скорее всего, июня, вот уже. И потом начнем по стране. Там отработаем в Наукограде Черноголовка эту школу, да, схему, и попробуем запустить по стране. Для того, чтобы из 7% ЗОЖ-барменов сделать 14%, в два раза вырасти. Получается, мы с ритейлерами говорили, то, что ЗОЖ-повестка, она всегда срогала по стране и набирала обороты. И бармен для нас сразу, как только мы произносим это слово, это ассоциация вкусные коктейли, красивое шоу, но при этом алкоголь. Сейчас, я так понимаю, пошла тенденция на ЗОЖ-барменов, которые будут делать вкусные, полезные коктейли без исполнения алкоголя. Ну да, был еще один заказ на Краснодар, где открывается, по-моему, то ли 7, то ли 8 новых пляжей, да, Краснодарский край. Соответственно, там есть точки сбыта, там мороженое, смузи и так далее. И туда нужны тоже профи, не просто разливайки, а более-менее подготовленный персонал. Соответственно, есть такой запрос, и он увеличивается вплоть до Владивостока. Вторая интересная идея заключается в том, чтобы доехать через всю страну на поезде, Москва-находка называется проект, и в находке искупаться на крещение 19 января в Охотском море. Тоже такой направленный проект на туризм. Почему? Потому что 22 остановки по пути следования до Владивостока. Соответственно, ЗОЖ, вот эти все станции, получается, довольно интересно, потому что в каждом райцентре, и уж тем более губернии, есть производство лимонадов и так далее. Воду льют на мельницу, много всего, фрукты. Но алкоголь – это маленький процент, а без алкоголя его гораздо больше. И охват аудитории сейчас, здоровый образ жизни гораздо больше. Ну это замечательно. Мы пожелаем вам удачи в популяризации этого пути. И всем профессионалам флейринга тоже пожелаем удачи, потому что красивое шоу с повесткой правильное и спортивное всегда дает хороший результат. Спасибо огромное. Спасибо, Сережа. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok